МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Усталость забыта, холышется чат, И снова копыта, как в сердце стучат. Всем привет! Мы снова на лещевой рыбалке. Мы вдохновлены прошлой рыбалкой. Кто не видел прошлую рыбалку, можете посмотреть в подсказке в верхнем углу. Приехали снова на водоем и решили закончить этот год ловлей леща. По снастям у нас комбайны. Комбайны мои, которые я постоянно ставлю высокие, 7 штук. И еще где-то 6 комбайнов маленьких. Сегодня у нас 16 марта. Мы приехали на рыбалку. И у нас уже была подготовка крупная по этим всем вещам. Было сделано много сбора информации. Сидели здесь ребята на разных местах, в разных клубинах, в разных точках этой акватории. Мы знали уже за несколько дней ситуацию на водоеме. Мы знали, что никто ничего не ловил. Были единичные поклевки. Но так как через неделю уже налет будет выходить опасно, мы решили поехать. Собрались здоровые компании на двух машинах, в разных точках будем вставать. Приехали на обе. Сейчас будем ставиться и смотреть. Так что смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... такая муть вся везде тащит ну трава везде просто капец на чем связано с давлением подъемом воды или чё скорее всего с весной что ручьи видать уже что-то и вода на прибытие идет прибывает вода ё-моё так мы это не проверяли я не помню все по моему нет смотри мне вымытая кормушка полная а тут через стоял на червя вообще ничего не было вообще ни одной вот такой небольшой до этого хватает рыбы этот пусть растет давай зови стариков своих все больше никого на но он молодой зато хитрый видишь как поклевать но вот это не течение это поклевка ну вот он видна ну вот идем очнее было здесь Два штуки серый, два. Ребята, у нас бомба, Серёга тянет, я двух штук вытащил, поклёвка ещё на один, короче суету не наводим, подвидимость не подаём. Ты что отпускаешься? Да ладно, там просто два. Ты что отпускаешься? Да мне чуть ключком не загнало, ничего страшного. Давай, что там? Пропускаем просто. Где поклёвка была? Серый, на каком была? Ну сейчас нету. Ага, есть поклёвка, ой как долбит, как долбит. Нифига, погода поменялась, жесть какая-то началась. Насхерачат комбайны один за одним. Вообще переходить с этого места хотели. Так, один на первый крючок. И всё что ли? Да, выходит так. Вот такой вот. Да, один. Всё. Нету больше. Проснулся этот комбайн. Не было на него поклёвок. Сейчас что-то серьёзное. Ой, покатушку размотал. Это поклёвка жёсткая. Аж катушку сорвал. Ну-ка, что у нас тут? Ну, поддавливает хорошо. Я думаю, что здесь не один. О, исход что ли? А нет, нет рыба есть. Ну, да, лечик. Лечик. Хороший лечик. Хорошо загладил. Берём его. Один, да. Ну, очень, очень мощно всё клюнул. Кольво очень мощное, такой мощный лещ. Интересно, у нас на основном месте замолкла поклевка, вот теперь возле палатки поклевка. Сейчас попробуем показать уваживание. Вот на этот комбайн была поклевка. Подходишь, рыба замолкает, то есть надо как-то себя спокойно вести, даже комментировать, побаиваясь, что шум создается и все-таки, я думаю, что она здесь сидит. У меня поклевка. Давайте проверять. Да, рыба есть. Глубина здесь, конечно, лютая, но рыба какая-то крупная. Грамм 500. Может быть он не сопротивляется, вот сейчас немножко придавливать. побольше. Ну, побольше. Грамм 800. Ну, он плохой. Хороший один? Да, это крайний крючок. Там пошумели, все, поклевки прекратились. И над степью зловещий ворон пусть не кружит. Мы ведь целую вечность собираемся жить. Если снова над миром глянет гром, небо вспыхнет огнем, Вы нам только шепните, мы на помощь придем. Если снова над миром глянет гром, небо вспыхнет огнем, Вы нам только шепните, мы на помощь придем. Иди сюда, дружочек. Иди сюда, идите сюда, дружочек. Рим. Существует. Иди сюда. Дружочек. Выдают к��ку, дружочек. Идите сюда, дружочек. Дружочек. я только поставил, еще не успел колокольчик прицепить Уже поклевка, протолкнули с места Вот она, дерзкая какая-то как будто есть Как будто есть, Серега Как будто ясь, вес хороший Классно, давит просто Держи Трясет, что-то прям жестко Кто ты там такой, ух ты, ух ты, так, тихо Блин, я что-то за всю рубалку такого не испытал Так, так, так Где только кармашка выходит Мне тут лечь На первый крючок Сразу взялся Там ещё, ещё лечь как за две минуты серый 2 прикинь может офигеть как может быть за две минуты здесь две рыбы тоже на 3 что серый у меня три рыбы у меня три рыбы а крючком зацепился хороший хороший вот это понятно почему так подавлю потому что их три еще какие обалдеть вот это вот это лечь на обе вот это лечь на обе вот это круто три штуки поклевка через минуту вот они вот они все три да неплохой ухты редкие сегодня поклевки неплохой задачи хорошие так у нас багра если чё или их там два или один крупный прям ухты ничего он забирает леску не форсируй не аккуратно с камарин как под это туда утомиться ничего себе хороший серёга хороший экземпляр подает да подает вообще здорово может язык нам бы ездят не хватало может есть забирает вообще еще надо аккуратно потому что бонус это бонус под конец нам нужен бонус все эти ки ложки на скир давали пока дай дает поднимать поднимать дает вот кормушка ты прикинь и там окажется пятисотик зрители скажут вот вы но пизда ну где он первый крючок вышел так интрига появляется белое пятно он огромен он грамм 600 дает на 2 там это так не зацепился не хочу есть да 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 блин этот черт да ничего 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 не бойся не бойся держи держи чуть-чуть стравливай чуть-чуть серёг нормально нормально нет да тихо серёга нормально старайся потихоньку завести его ничего 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 да не очагуешь ты нормально здоровый вы что ты после бы еще сойдет на тех 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 чего он сошел подачи увидишь адреналин хапнул я же пусть этот сойдет все ушел бля он очень крупный был серёга твою мать жалко вот этот надо было цеплять его на крайнем крючке крючок там мощно я такой не у меня ни одного такого не надо было брать не не спускал до время что там 7 часов 7 8 8 мы проснулись звон на колокольчик думали сейчас вообще все звенит у нас возле палатки прям рядом первый этот пока серёга снимает покажу наш мини холодильник вот он верхние лещишки это ночные снимать их не было смысла потому что спали они сами сюда укладывались вот так наловились за ночь верхние крупные такие вот под кило все до ночные там где один зацепленный вот этот вот мой там где коряги мой который сошел 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 один из рабочих вчерашних комбайнов вот такую штуку на него нацепили светлячок и ночью было видно где он стоит во первых во вторых если поклёвка очень очень удобно настолько все поле в светлячках было вот так Субтитры сделал DimaTorzok Есть рыба Хорошая вещь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Одинаковые Другой 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 Я бы хотел рассказать по тактике ловли, пока Серега вон там рыбу снимает, есть пару минут рассказать по лещу, как у меня все это происходило. Первым делом мы были в курсе информации, то есть место акватории, определенный район Аби, где рыба поклевывает. В течение недели мы ее собирали, знакомые ездили, привозили какую-то информацию, плохую или хорошую, в одном месте ловили, в другом не ловили. После этого, первого самого главного, мы определили акваторию, куда мы поедем, то есть место. Второе, это определение места уже на месте акватории, где ловить. Здесь мы смотрим по народу, нам было интересно, чтобы не было много народа, чтобы можно было удаленно стоять от всех остальных. Рыбы тоже хотелось половить, обычно где народ, там и рыба. Нашли место и хаотично расставились, в первую очередь для определения глубин, во вторую очередь для определения поиска рыб, места ее локализации. Расставились и буквально через час-полтора уже видно, что поклевок нет на определенной территории, а на какой-то территории поклевки уже начались. Соответственно, мы переставляем часть комбайнов на то место, где поклевки и расширяем поиск. Самое интересное, что заметили, что там, где ловится днем, там не ловится ночью и наоборот. Места, которые молчали, комбайны, которые молчали днем, начали ловиться ночью. На следующий день мы начали облавливать уже, ну рыба начала смещаться, соответственно и мы тоже, нет смысла сидеть на одном месте и ждать, пока там рыба подойдет. Не важно, кормишь ты, не кормишь здесь течение. В итоге мы начали смещаться и один комбайн начал работать. Мы начали ставить уже, ну соответственно там рыба стоит, по две, по три рыбы снимали. Мы начали уже расставляться в шахматном порядке, вот исходя от позиции этого комбайна. Ну и все, соответственно у нас сегодня утром работал один комбайн, вон тот. Ты снял с него? Отпустил мелкий. С этого снял, а здесь что? Здесь хороший. Там сидит? На зеленом? Да. Ну вот, пока мы разговариваем, Серега уже три комбайна проверил, там была поклевка все время на один, соответственно мы понимаем, что рыба где-то там крутится. Вокруг нет рыбы, мы начинаем расставляться в другом направлении и вот нашли сейчас у нас три поклевки одновременно на комбайн, ну соответственно сейчас он всех вытаскивает, один уже снял. Рыба здесь покрупнее, вот прошлое видео, если кто смотрел, рыба помельче, то есть там были пойманным довольно много поклевок, мы видели, но в протоке это было и рыба там 500-700 грамм, здесь, ну были и килошники, и за килошники, но их мало. Здесь рыбы меньше мы поймали, но она вся зачетная, вся от кило практически, небольшие там мы их отпускаем, их очень немного здесь. Но это русло, это сама обе, в прошлый раз была протока. По времени у нас осталось еще сидеть на точке часа, час наверное, не больше, будем собираться уже, уезжать. Сегодня погода менее ветреная, но тоже ветер присутствует, ну и снежок такой пролетает, вчера было все-таки более солнечное и вчера поактивнее был клев. Ну еще есть часок, смотрим, может кто-то еще по ушку. Это последние поклевки в этом году на Аби, нам осталось полчаса, возможно это последняя рыба. Все успокоился, давайте брать его. Да, да, есть рыба. Покачивание хорошее. На меня идет что ли? Ну что-то идет, но вообще ничего не чувствую. Все, в луночке, товарищ. Ну блин, не мелкий. Матерый. Вот это кило, кило сто. Сегодня такие все красавцы. И провели мы два дня на реке. Это было отличное закрытие, вы сами все видели. Рыбы мы наловились, надыхались. Впереди подготовка снастей к летней рыбалке, впереди еще несколько рыбалок на мормышку, скорее всего. Ну и будем ждать лето, какая бы зима ни была со своими прелестями. Соскучились уже по летним рыбалкам, по визгу фрикциона, по мощнейшим поклевкам сазана, карпа. Ну и попробуем еще несколько рыбалок сделать на хищника. Хоть на этом специализация моя не распространяется сильно, но все-таки хищную рыбу, быструю рыбалку, легкую рыбалку тоже иногда хочется ощутить. Поэтому будем пробовать и на хищника. Зимний сезон оказался очень интересным на лещевые рыбалки. Таких лещевых рыбалок я еще не видел, не участвовал в таких. Такие результативные рыбалки, такие мощные поклевки, своды, обрывы. Было очень круто в этом году. В общем, всем позитива. Ездите на рыбалке, получайте удовольствие. Отдыхайте от работы. Всем пока.